здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рад новой встрече с вами не забывайте подписываю канал ставить лайки и сегодня вновь обращаюсь к вопросу бедности росте цен на продукты питания товары первой необходимости товары народного потребления в том числе и на нефтепродукты росте инфляции о которой правительство в этот раз заявила официально о том что инфляция сегодня составляет 8 и 7 десятых процента и добил достигла наивысших показателей и это конечно начинает вызывать ряд вопросов своих комментариях вы сообщаете мне о том что цены растут ежедневно естественно это от этого страдает население казахстана происходит дальнейшее имущество разделение общества богатые богатеет бедные становится еще беднее и увеличится разрыв между бедными и богатыми давайте посмотрим почему же все это происходит в казахстане стране которые богаты энергетическими ресурсами и пример других государств которые добывают даже меньше нефти чем казахстан живут гораздо лучше чем жители республики казахстан официально минимальная заработная плата в казахстане установлено 4,2 доллара и находится практически в самом конце списка мирового списка минимальная зарплата в казахстане в 42 раза меньше чем минимальная зарплата установлены швейцарии представляете казахстан казахстанец получает заработную плату минимальную в 42 раза меньше чем швейцарии 7 раз меньше в эстонии 6 раз меньше в латвии в одиннадцать раз меньше чем в словении такой маленькой стране как словения у которых практически природных ископаемых ну кроме словения там кое-что есть в литве латвии эстонии швейцарии практически нет никаких полезных ископаемых теперь давайте сравним среднее значение заработной платы в этих же самых странах швейцария средняя заработной платы установлены 6244 доллара в данные установлены заработная плата средняя 6092 доллара на третьем месте находится люксембург со средней заработной платы пять тысяч восемьсот двадцать четыре доллара на тридцатом месте находится славения такая маленькая который средняя заработная плата составляет тысяча девятьсот четырнадцать долларов тридцать второе место занимает эстония с средней заработной платы 1560 на 37 месте находится литва показатель среди зарплаты литвы 1319 долларов латвия находится чуть пониже на сорок втором месте и средняя зарплата в лате составляет 1217 долларов россия расположилась на пятьдесят четвертом месте с конкретным показателем семьсот восемьдесят восемь долларов средняя заработная плата в россии казахстан занимает свою шестьдесят пятую строчку и средняя заработная плата в казахстане официально объявлено 486 долларов но как я прошлый раз вам говорил я пересчитал получилось порядка четырехсот тридцати долларов это средняя заработная плата в казахстане конечно же низкий уровень зарплаты в казахстане говорит о низком уровне экономики страны несмотря на громкое заявление бывшего президента республики казахстан назарбаева и нынешнего токаева которые в один голос говорили и говорят но сейчас пореже о том что казахстан войдет в пятидесятку самых передовых самых развитых экономик мира ну и анализ показывает что это просто является ничем иным как информация от лукавого давайте посмотрим внутренний валовый продукт республики казахстан ну внутренний валовый продукт республики казахстан по номиналу он расценивается и международным валютным фондом оценивается и всемирным банком и организации объединенных наций и казахстан находится по всем этим трем расчетам примерно одном уровне 50 54 и за ты 2020 год объем внутреннего валового продукта республики казахстан составил 167 миллиардов долларов рядом с казахстаном разместилась такое государство как новая зеландия и поблизости располагается греция внутренний валовый продукт новой зеландии составляет 205 миллиардов долларов минимальная заработная плата в этом государстве установлено 1868 долларов вы не ослышались это действительно так это минимальная заработная плата а средняя заработная плата установлена три тысячи триста пятьдесят четыре доллара ну и греция тоже близко расположилась к казахстану с ввп 189 миллиардов долларов минимальная заработная плата в греции после тех экзекуций которые устроил им международный валютный фонд и европейский банк в течение практически пяти шести лет они заставляли грецию полностью отказаться вливание бюджетных средств социальную сферу естественно экономика была подорвана в дальнейшем эти международные институты пытались оказать поддержку греции исходя из той экзекуции которую они устроили для греческого общества но все равно сказалось и средняя заработная плата в греции составляет 1203 доллара а минимальная заработная плата составляет 820 долларов почему же все это происходит в казахстане такие низкие заработные платы и минимальная зарплата и средняя заработная плата в казахстане потому что казахстан это сырьевая экономика для привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор экономики казахстана да и не только наверное в любом государстве которые имеют такие огромные запасы полезных ископаемых для получения сверх прибыли необходимо первое конечно это низкие налоги республика казахстан делает все возможное для уменьшения налогов которые должны уплачивать бюджет компании которые сегодня работают на разведке добычи и реализации в нефтегазовом секторе работающие второе должны быть минимальные затраты на добычу полезных ископаемых ну естественно должна быть достаточно квалифицированного персонала который получает минимальную заработную плату вот здесь кроется одной из таких я бы сказал особенности квалификация должна быть на высоком уровне а зарплата для того чтобы эти компании выкачивали сверх прибыли из казахстана должна быть минимальной низкие тарифы для обеспечения покрытия нагрузок этих компаний которые работают в горно-рудной промышленности и мы помним как султан назарбаев давил на энергетиков и все-таки добился своего что компания кастинка это глинкор а глинкор это султан назарбаев все это знают прекрасно в мире и самую крупную гидроэлектростанцию в казахстане бухтарминскую гэс отдали именно этой компании для того чтобы она выкачивала сверх прибыль для евразийской компании была выделена ермаковская гресс ныне аксуйская гресс но эта гресс она имеет большую свою историю и у нее определенные тарифы сложились при выработке электрической энергии и мы сегодня видим какая разгорелась борьба за каскад иртышский гэс узкенокровская гэс и бухтарминская гэс и в конечном итоге сегодня султан назарбаев со своей кликой выработал такую подставную схему через арабские эмираты забрать эти две станции и в конечном итоге передать евразийской группе для того чтобы его алюминиевая компания евразийской группы и завод феросплавов имела тоже очень дешевую электрическую энергию для того чтобы можно было получать сверхприбыли на сверхприбыль эти идут тоже в компанию марсултана назарбаева казахмыс получила балхашскую тэц джесказганскую тэц и самое главное карагандинскую гресс мощную гресс и ким владимир через марсултана назарбаева добился получения этой компании и получил тоже дешевую электрическую энергию для получения сверхприбыли и естественно последняя компания получила непосредственно станцию свою собственность это арселон миттл читай назарбаев миттл они получили карагандинскую тэц 2 очень мощную для того чтобы получать сверхприбыли при выработки стали в республике казахстан и эти будем быть олигархи настолько обнаглели в когда я работал министром энергетики у тимуратов булат ким владимир машкевич александр по очереди приходили ко мне и требовали от имени президента чтобы я построила линию электропередач на васильковский гоп который получил у тимуратов это гок который имеет самые большие запасы золота в казахстане на что я ему ответил вы выкупили этот гок пожалуйста строите линию сами казахстан не может для частного бизнеса ваша в частности строить эту линию электропередач ким владимир требовал от меня чтобы я разрешил построить ему свою линию электропередач чтобы он не платил национальному оператору компании кигок за транспортировку как он выразился его электроэнергии на что я ответил что кто тогда возьмет на себя нагрузки которые несет национальный оператор компания кигок машкевич точно также просил чтобы я разрешил построить ему линию электропередач для обеспечения своих предприятий акироэнергии с его станции он получил тоже отказ со стороны меня и естественно я стал ну наверное врагом для этих олигархов которых я не удовлетворил хотя они приходили ко мне от имени султана назарбаева и этим самым я хочу подчеркнуть что сегодня в казахстане произошло сращивание власти и больших денег казахстан к сожалению стал сырьевым придатком для мировых компаний с авторитарным режимом где крупный бизнес и чиновничий аппарат государства тесно связаны между собой прямое следствие это создание стране благоприятных условий для работы иностранных инвесторов в лице транснациональных корпораций которые чувствуют себя стране полными хозяинами результате в этих корпорациях царит дискриминация казахстанских рабочих неравная оплата за равный труд между такими же иностранными и отечественными специалистами я сегодня заканчиваю свой ролик на этом уважаемые друзья и подписчики еще раз напомню не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал и впереди вас ждет очень интересная информация которую я буду каждый раз выкладывать в эфир до свидания до новой встречи спасибо за просмотр! Продолжение следует...